Привет! Вы смотрите видео на сайте Cutder.com. Это второй выпуск скринкаста, в котором мы научимся упрощать себе жизнь. Довольно часто так бывает, что есть десяток другой похожих фотографий, для которых нужно произвести одинаковое действие. Уменьшить размер, отшарпить, сохранить с определенными настройками и так далее. В фотошопе есть меню Actions, которое призвано решить все ваши проблемы. Открываем соответствующее меню, создаем новый экшен, сдаем ему имя, чтобы не разбираться потом, что же конкретно он делает, присваиваем ему цвет для лучшего восприятия и можем даже задать клавиши сочетания для быстрого вызова. Кликаем Record. Снизу зажимается красная кнопка, как на старом магнитофоне, сигнализирующая о том, что все последующие действия будут записаны и начинаем вводить нужные команды. Делаем Resize под Web 700 пикселей по горизонтали, увеличиваем четкость по схеме, описанной в предыдущем уроке и жмем Stop. Теперь у нас есть экшен, который можно применить на любом другом снимке, выбрав его из списка и нажав Play, или же просто вызвав его заранее заданным сочетанием клавиш. Теперь Resize и Sharp снимков будут занимать у вас считанные секунды. Но что если нужно добавить дополнительное действие в уже созданный экшен? Не проблема. Выбираем нужный экшен, запись и новое действие. Давайте, к примеру, сохраним снимок в определенную папку. Все. Теперь в конец списка добавилось и сохранение. Не забывайте нажимать Stop по окончании. Пробуем. Снимки ресайзятся, шарпятся и сохраняются в заданную папку. Что если появилась новая партия фотографий и хочется их сохранять уже в другое место? Не нужно удалять действие и заново его записывать. Делайте двойной клик на пункте Save и выбирайте новую папку. Все. Путь переназначен. Если же вы не хотите изменять навсегда действие, а только для конкретного снимка, тогда просто отметьте соответствующий чекер. Теперь при вызове экшена на этом пункте робот остановится и спросит у вас, что делать дальше. То же самое и по поводу любого другого пункта. Хотите, чтобы программа переспрашивала вас по поводу размера? Отмечаем чекер напротив. Нужно внести коррективы в степень увеличения четкости? Все аналогично. Закончили с этим особенным снимком и хотите вернуть полный автомат? Просто убираем все чекеры. Хорошо, скажете вы. А что если у меня сотня две снимков, для которых нужно произвести одинаковое действие? Есть решение и такого вопроса. Заходим в File, Automate, Batch. Выбираем нужный экшен и папку с большим количеством снимков, которые нужно обработать и жмем ОК. Все, процесс пошел, можно идти пить чай с печеньками. Тут уже все зависит от скорости вашего компьютера, размера и количества снимков. Не забывайте, что для полной автоматизации в этом случае нужно снять все чекеры рядом с действиями, иначе придется на каждом снимке жать ОК. Довольно быстро вы поймете, что изменять размер стандартным Image Size при пакетной обработке не очень удобно. Вертикальные снимки с таким же размером по горизонтали, как и ландшафтные, получаются слишком большого размера. Поэтому либо придется включать чекеры для вертикальных и вбивать нужный размер вручную, либо создавать новый экшен специально под портретную ориентацию снимков. Но есть и другой способ. Вытираем из списка обычный Resize, жмем Запись и заходим в File, Automate, Fit Image. Тут выбираем желательные горизонтальные и вертикальные размеры снимка и ОК. Не забываем остановить запись. Если свежезаписанное действие оказалось не в том месте по порядку, изменяем это простым перетаскиванием. Теперь горизонтальные снимки ресайзятся по своему размеру, а вертикальные по своему. Надеюсь, этот урок упростит вашу и так нелегкую жизнь. Вы смотрели скринкаст на сайте кадр.ком. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Спасибо за просмотр.